Есть два способа поменять власть. Или через какую-то революцию, протесты, но не знаю, насколько сейчас наш народ готов на такие протесты, и потом они просто силой разгоняют эти протесты, арестовывают людей, или через выборы. Мы считаем, что реально можно через выборы эту власть поменять. Есть в Конституции статья 2, где говорится, что национальный суверенитет, суверенитет это высшая власть, принадлежит народу Республики Молдова, осуществляющему его непосредственно. То есть мы непосредственно в день выборов можем принять участие в реализации своей власти. Статья 38. Воля народа является основой государственной власти. Эта воля находит выражение в свободных выборах, проводимых дальше периодически. То есть это прямой пункт, на который мы опираемся, что воля народа является основой власти, и она выражается в выборах. Это как раз то, что мы будем иметь 30 октября. Мы идем на выборы вот с этим указом, и люди знают, что мы предлагаем этот указ. И чем больше людей нас поддержат, фактически каждый, кто голосует, он как бы и подписывается на этом указе. 100 тысяч человек, полмиллиона. Чтобы выбрали президента, нужно 900 тысяч человек, чтобы проголосовало. 900 тысяч. Когда президент будет иметь за собой такую поддержку за спиной, силу, как бы всех, кто за него проголосовал, он даже без всяких сомнений сразу же раскосят парламент. И ничего они не смогут сделать. Им придется, они будут бежать. Кто-то предлагает издать указ номер 2 о закрытии границы, чтобы они не успели сбежать. Есть статья 39, где говорится, граждане имеют право на участие в управлении общественными делами как непосредственно, так и через своих представителей. Это тоже прямая основа, база для этого указа. То есть граждане участвуют в управлении непосредственно и через представителя именно президента. Раз они ему поручают издать такой указ, он это и делает. Это, кто советские люди помнит, были такие выражения, что депутат слуга народа, наказ избирателей. То есть так оно и было. Люди давали наказ, поручение, и слуга народа его исполнял. Сейчас у нас, конечно, капиталистическая система. Выборы во многом, конечно, это обман, манипуляция. Мы видим, как они обманывают, фальсифицируют, подкупают людей. Но, тем не менее, другого как бы способа пока не придумали. Мы должны воспользоваться тем, что у нас есть.